Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает программа «Час с Иваном Денисовым». И у нас на линии Иван Денисов. Добрый вечер, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, уважаемые слушатели. — Ну что же, Иван, мы с удовольствием и послушали все-таки ваш взгляд, ваше мнение по поводу того, что у нас тут произошло на прошлой неделе. Просто интересно, вот как вы со стороны человека, не проживающего здесь, все-таки смотрите на эти события. Прошу вас. — Да, конечно, никуда нам от этой темы не деться, и я, естественно, с нее сегодня и начну. Как всегда, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И на самом деле тот случай, когда мне довольно сложно давать однозначную оценку происходящему, но я попытаюсь с вами, естественно, разобраться в том, что произошло. Конечно же, все мы люди консервативных взглядов, все мы сторонники закона и порядка, и все мы уважаем так или иначе полицию, армию и то, что они представляют. И всегда выступаем против погромов, толпы, беспорядочных действий, всего, что с этим связано. Тем более, что даже когда иногда уличные протесты, они вызваны благородными побуждениями, то неизбежно примыкают провокаторы, мерзавцы и тому подобное публика, который может дискредитировать кого и что угодно. Вот если мы с вами вспомним происходившее в среду, да еще как раз накануне православного Рождества, по-интересному совпадению, то, ну, с одной стороны, да, вот то, о чем я говорил, провокаторы, видимо, там были, и с этим еще разбираться. Хотя проблема в том, что многие уже не верят, станет ли нынешняя ФБР действительно разбираться в том, были ли провокаторы. Но, с другой стороны, давайте тоже признаемся с вами откровенно, что у самых законопослушных людей, у всех из нас, кто уважает полицию, армию, закон и порядок, бывают моменты даже в цивилизованном обществе, когда так или иначе вдруг осознаешь, что помощи ждать нет кого, и ты достигаешь вот такого вот точки кипения. И это во многом произошло. Мы с вами много раз обсуждали события прошлого года, и домашние аресты, и то, как власть игнорировали, а то и откровенно поощряли погромы летние левые, про выборы, все мы тоже еще с вами помним, как и нежелание судов этим разбираться, и действительно, людское негодование, оно могло выйти наружу. Тем более, что, да, погибли люди, это ужасно, но по сравнению с тем, что творили левые товарищи летом, на самом деле, ну, этот якобы штурм Капитолия выглядит просто как... Ну, я не скажу, что совсем как что-то безобидное, нет, повторяю, гибли люди, это всегда трагедия, но сравнить по масштабам и по количеству, по нанесенному ущербу, я все-таки их не могу. И сегодня у нас так или иначе, надеюсь, мы успеем, передача будет связана с Ольстером и тем, как Ольстер связан с Соединенными Штатами. Ну, вот я вам так скажу, что я не буду говорить, что у меня там репрезентативная группа, но тем не менее, в Ольстере все очень сильно взаимосвязано. В Твиттере я общаюсь в основном как раз с людьми из Северной Ирландии, из Ольстера, правыми, вот от них я особого осуждения не услышал. То есть, люди, которые уважают корону, они уважают закон, но при этом они по себе знают, что бывают моменты, когда закон, порядок, они не могут вас защитить. И тогда вам приходится брать все в свои руки и делать то, что в другой любой ситуации вы бы, наверное, судили. Но, повторяю еще раз, ничего не поделаешь. Надо иногда делать, приходится вести себя и так. А раз нам весь прошлый год показывали, что действия такие, они абсолютно остаются безнаказанными, ну, тем более, что уж так. Поэтому сложно, поэтому я не буду торопиться никого осуждать в этой ситуации. Даже хотя, еще раз скажу, это не по мне. Я этого не понимаю, но я могу понять тех людей, которые могут это совершить. Что касается самой ситуации, то истории о том, что это, как нам стали говорить левые СМИ, что это беспрецедентно и так далее, это, конечно же, неправда. И все вы можете вспомнить ряд терактов и нападений, которые уже были. Даже если мы оставим в покое действия британцев в 19 веке, то в 1915 году немецкий, кстати, профессор Гаварда и активист германского сообщества, как вы помните, бомбу закладывал, в 50-е годы пуэрто-риканцы безобразничали и стреляли сторонники независимости Пуэрто-Рико. В 1971 году левые террористы из Везермена, насколько я помню, пытались взорвать палах капитолий. В 1983 году была знаменитая история, когда взрыв состоялся, никто не пострадал, но ущерб был довольно-таки серьезный. Тогда были задержаны потом несколько человек, и я напомню, что среди них была видна вообще бомбистка-террористка Сьюзен Розенберг. Ее Клинтон помиловал по наводке Джерри Недлера, всем нам хорошо знакомого, чуть ли не в последние часы своего президентства. А сейчас Розенберг одна из вожаков Black Lives Matter. Ну, все сходится. Ну, а если мы вспомним с вами то, что происходило во время слушаний по судье Кевану, мы помним, что тамошние активисты, активистки безумные, тоже на сенаторов нападали и вели себя черт знает как, но это никого не волновало. Тем не менее, вот подобная реакция на события прошлого года и на выборы, ну и сразу же, да, белый терроризм, все такое прочее, что всех черных бы перестреляли и так далее. Хотя мы с вами видели, как полиция становится на колени перед черными погромщиками, да и перед белыми тоже, поэтому как-то мне даже, об этом даже серьезнее говорить не хочется. Ну, вот все это было. И происходившее, естественно, стало способом добить президента. Потому что, вы помните, когда у нас была передача, посвященная Пиночету, где я говорил о том, что левым обязательно нужно не просто убрать противника, но им нужно показательно его уничтожить. То есть, во-первых, чтобы другим неповадно было, ну а во-вторых, если вы уничтожили одного, то потом можно добраться и до других, которые не столь, может быть, активные, но тем не менее могут представлять опасность и так далее и тому подобное. Если мы оставим в покое Пиночета, то все-таки не американец, то увидим, что, к сожалению, подобная практика в Америке, в общем-то, тоже используется, используется, понятно кем, левыми либералами. Да и привнесена она туда была в основном в 30-е и 40-е годы, ну, по мере проникновения левых идей вообще в американскую систему и в американское правительство, в частности. Потому что я уже не буду приводить вам, как самые яркие примеры сенатора Маккарти и Никсона, я на них отсылался. Хотя, заметь, что сенатора Маккарти, как избавиться от него, придумывали в том числе его товарищи по партии, что тоже вам должно быть знакомо в самых высших эшелонах, как бы сделать так, чтобы он не мешал. Ну, и другим доставалось, скажем, конгрессмен Мартин Дайс, младший, который возглавлял комитет, позже он стал тем самым знаменитым комитетом по расследованию антиамериканской деятельности, но тогда он назывался просто комитет Дайса, это 30-е, начало 40-х годов. Так вот, Дайс, несмотря на то, что он демократ, несмотря на то, что он был довольно-таки важной фигурой в демпартии Техаса, но так как он был консервативным демократом и так как он критиковал действия Рузвельта и своим комитетом боролся с коммунизмом и нацизмом одновременно, то его, например, изо всех сил срывали его выдвижение в сенаторы, потому что откровенно шли указания из Вашингтона, кто угодно, но не Дайс, лучше Джонсон, но главное, чтобы Дайса не допустить. Ему угрожали, сам Рузвельт с ним проводил воспитательные беседы, но факт тот, что карьера Дайса во многом была, ему еще более-менее повезло, потому что он был демократ, повторяю, а у демократов, даже у консервативных там была очень такая причудливая связь с либеральным центром, ну поэтому Дайсу карьера, так скажем, ограничена. А если мы посмотрим с вами на Джона Томаса Парнелла, который возглавил вот тот самый комитет уже после Дайса и с которым связано, например, слушание в Голливуде, то его отправили в тюрьму за то, что, это, конечно же, его не красит, но это была очень распространенная, наверное, и сейчас она есть, кстати говоря, практика, когда сенатор или конгрессмен, Парнелл Томас, это конгрессмен, соответственно, когда они кого-то нанимают, в данном случае он нанял родственников своей секретарши, и в ответ эти родственники ему какие-то откаты оплачивали, в том числе довольно серьезные. И хорошего мало, я не спорю, и да, наверное, эту практику надо ликвидировать, но когда тот же самый Дайс, он юрист, он стал разбираться с делом своего последователя, то он сказал, что это я ни в коей мере не одобряю, но вообще-то чуть ли не половина сенаторов и конгрессменов может пойти в тюрьму вот по этому обвинению, и что даже состоявшая в штате своего, работавшая так или иначе у своего мужа, когда он еще не был президентом миссис Трумэн, которая наверняка делилась с ним своей зарплатой, она тоже могла быть первой кандидаткой на тюремное заключение, но ей это можно, Трумэну это можно, а конгрессмену Томасу Парнеллу нельзя, потому что он республиканец, и потому что он боролся с коммунизмом. Поэтому вот человек попал в тюрьму, еще раз говорю, я его не оправдываю, но двойные стандарты у нас с вами на лицо. И дальше последовали другие, дальше последовал Маккарти, дальше последовал Никсон, и сегодня мы с вами видим, что идет уничтожение Трампа, то есть так, чтобы от него не осталось вообще ничего. Все, что бы он ни говорил, все, что бы он ни делал, все теперь играет против него. И хотя совершенно очевидно, на самом деле, что никого он, конечно же, ни к чему не подстрекал, и что говорить, пойдем устроим штурм, он этого не говорил, но любое слово, которое он сказал, где были бы какие-то спорные моменты, что это будет играть против него. То есть, если бы Трамп говорил не сколько, там полтора, что ли, часа, или что-то около того, час, а, например, он бы вышел и просто сказал, все, мы проиграли, это бы тоже назвали подстрекательством. Если бы он вышел и сказал, расходитесь по домам, это бы тоже назвали подстрекательством, потому что любое его действие на тот момент воспринималось бы именно как подстрекательство. И в такой ситуации, конечно же, мы видим с вами то, что мы видим. И здесь вопрос, конечно же, как себя вести, потому что я не стану тоже особенно рьяно осуждать всех тех республиканцев и некоторых консерваторов, которые с такой готовностью стали от Трампа открещиваться, его проклинать и так далее и тому подобное. Мне это не нравится, я это не оправдываю, но мы с вами в мире политики. Мир политики означает, что все, к сожалению, думают о своем выживании. И многие республиканцы, они уже просчитывают свою жизнь после Трампа. И, к сожалению или к счастью, я понимаю, сейчас вы все скажете, что к сожалению, мы с вами от этих республиканцев тоже будем зависеть. И просто вот так сразу всех их вычеркнуть мы не можем. Да, увы, в политике каждый думает про себя, каждый думает и спасает себя. Это неизбежно. Если вы почитаете немного другое, но я думаю, вы поймете, о чем идет речь, книгу Джозефа Ломба «Хористы», то это художественная книга, но человек знает, о чем писал, он бывший полицейский. Он там описывает ситуацию, когда несколько полицейских, оказавшись в кризисном положении, внутреннее расследование и так далее, те, кто, казалось бы, безукоризненные и смелые, ведут себя совсем не так, как читатель и как их друзья ожидали, и наоборот, люди порой вдруг в таких ситуациях показывают себя с самой неожиданной стороны, как в хорошую, так и в плохую сторону. Поэтому всем есть что терять в политике, если бы политикой занимались люди, которым терять нечего, я не думаю, что это было бы хорошо, кстати. Но и республиканцам тоже есть что терять, поэтому они так себя и ведут. Но давайте не будем забывать и то, что те сенаторы республиканские в прошлом и политики, которые до последнего так или иначе поддерживали своих, ну, им это тоже шло на поле. Да, я люблю говорить, что единственным, кто оставался сенатором Маккарти до последнего, был Равин Шульц, так оно и есть. Но не забываем, что из политиков очень долго пытался спасти Маккарти и помочь ему Барри Голдвотер. Голдвотер стал тем, кем он стал. Ему сотрудничество и защита Маккарти не повредили. Около Никсона до последнего оставался Равин Корф, это так. Но не забываем и то, что когда Бакли из Нэшнл Ревью спросил у Рейгана, надо ли активно поддерживать идею отставки Никсона, Рейган ответил телеграммой в одно слово «нет». И тоже, заметьте, Рейгану такая позиция не повредила. Поэтому, да, мы запомним с вами тех, кто от Трампа сейчас отворачиваться и будем знать, что и как. Но еще раз говорю, не стоит торопиться их уж так осуждать. Но при этом помнить то, что настоящая готовность оставаться рядом со своими, она все-таки себя окупает. И пример Рейгана как раз яркое тому подтверждение. Что касается до меня, то есть у меня опасения, что Трамп в последнюю неделю сделает кое-что, чего мне бы не хотелось. Я не буду сейчас говорить, что это мы уйдем в сторону. Но именно по тому принципу, что левым нельзя позволить Трампа уничтожить, я сейчас однозначно за него. И я буду стараться его защищать по мере силы, насколько я это могу. И у меня здесь есть тоже неплохая компания, это опять тема Ольстера. Я уже вам говорил о простых жителях Северной Ирландии, простых правых ольстерцах. Но Иен Пейсли-младший, представляющий демократическую и унионистскую партию, тоже правую партию северо-ирландскую, хотя, естественно, британский политический эстеблишмент осудил, высказал негодование и так далее, Пейсли-младший, однако, встал на защиту Трампа и сказал, что я все это видел, я все это читал, абсолютно ничего страшного, Трамп не говорил. Пейсли ничего не выигрывает. Наоборот, на него опять сразу посыпались обвинения, оскорбления и так далее. Но это ольстерское шотландское упрямство, кстати, Трамп, вы помните, он тоже с Шотландией так или иначе связан, и то, что у Пейсли своя дружба с Трампом, так как, когда политический эстеблишмент Америки отворачивался от Пейсли-старшего, то Трамп с ним встречался. Не только с ним, но это сейчас не важно. Важно то, что ольстерцы, они помнят, кто им помогал, и кто им так или иначе был их другом. Поэтому Пейсли на стороне Трампа, я считаю, тоже мы должны оставаться на стороне Трампа до последнего, пока разыгрывается вся эта новая комедия с импичментом и вручением власти мумии подобному Джо Байдену, Трампа бросать нельзя. Что предпримет президент, а он все еще президент, не забываем, за эту неделю я не знаю, возможно он предпримет что-то, что мне не понравится, я очень надеюсь, что нет. Но пока еще раз продолжаю, я буду за Трампа, чтобы я о нем не говорил, и всю критику не отменяет, конечно же. И надеюсь, вы со мной все-таки согласитесь, тем более, что и НПС Ле-младший, и ольстерские лоялисты, это, поверьте, не такая уж плохая компания, о чем мы поговорим, я надеюсь, во второй части, если время останется. Сейчас, если Анатолий что-то добавит, согласится со мной или нет, я с удовольствием передам слово ему. Я, спасибо за слово, я, конечно же, с вами согласен, будем говорить так, абсолютно во всем. Единственное, что я бы хотел добавить, это именно вот тем людям, которые постоянно удивляются, как это так, Трамп, вот он назначил этого на пост сюда, этого на пост сюда, он что, не понимал, кого он назначает, или у него что, не было ближе друзей, к сожалению, как показывает опыт, еще и еще раз, в политике друзей нет. Поэтому, кого бы Трамп не назначал, на какие бы посты он их не назначал, все равно, в итоге, каждый спасает свою шкуру, каждый греет свое место, и поэтому, с одной стороны, очень неприятно, когда тебя покидают, ну, скажем так, соратники, а с другой стороны, ну, соратники думают о том, а что же будет с ними завтра, поэтому, их действительно винить в этом, особенно нельзя, и поэтому, ну, вот такая политика, грязное дело. А в отношении Трампа, ну, я вам скажу, Иван, вот честно, я очень, очень, просто вот молю Бога, чтобы Трамп, под занавес, действительно, больше ничего не наделал, чтобы все это спокойно, просто закончилось, мы знаем, что он не пойдет на инаугурацию, и это нормально, я с этим, у меня с этим проблем нет, но самое главное. Извини, что перебью, у Трампа хорошая компания, если вы посмотрите, Джон Адамс не ходил на инаугурацию Джеймсона, да, Конечно, конечно, нет, это абсолютно, я считаю, что прецеденты, во-первых, уже были, то есть, он уже не будет, как говорится, первым прецедентом, а второе, это то, что, ну, в принципе, никто его ничем не обязывал, по Конституции, он не обязан присутствовать на инаугурации, поэтому, ну, нормально, точно так же, как в свое время, конгрессмены, не присутствовали на его первом, State of the Union Address, и тоже было нормально, или которые демонстративно встали и вышли, точно так же, как Нэнси Плосси порвала его речь, State of the Union, у всех на глазах, то есть, ну, ничего страшного, ну, Брайдену придется как-то самому войти в этот Белый дом, так что, ничего. И, кстати, еще, извините, тоже встряну, вы мне вот напомнили про друзей в политике, у Трумана и знаменитое высказывание, что если вам нужен друг в Белом доме, заведите себе собаку, а Рамсфилд потом, да, всем нам хорошо знакомый, поправил, ну, пусть это будет маленькая собака, потому что она тоже может на вас наброситься. Вот я хотел сказать, и беззубая, чтобы она была просто собака, да, одно название. Ну, да, в общем, да, такая ситуация сложилась. И еще одну такую небольшую деталь, которую я хотел напомнить нашим радиослушателям, это то, что при всем при том, что все на всех углах и всех утюгов кричат о том, что Трамп подстрекал народ к мятежу, но тем не менее, ни одно средство массовой информации, не показывает и не транслирует вот именно ту речь, где он бы действительно подстрекал, то есть этого просто нет. Они его интерпретируют, как подстрекательство, это другой разговор, но прямой речи, которая призывала бы, или могла бы считаться подстрекательством, ни одно средство массовой информации не может представить. Поэтому даже само это такое мелкое бездействие, скажем так, уже говорит об очень многом. Поэтому, ну что ж, посмотрим, поживем, увидим. Итак, Иван, давайте мы здесь прервемся на рекламную паузу, потом вернемся, ну и, конечно же, продолжим и начнем принимать звонки наших радиослушателей. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, скоро вернемся. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Час» с Иваном Денисовым. Номер телефона в студии 847-400-5200-400-5200. Звоните, будем общаться. Ну, а пока, Иван, предлагаю, давайте продолжим. Да, совершенно верно. И, как я вам и говорил уже не раз, год нынешний – это год столетия Северной Ирландии. И я в течение всего года, раз в месяц, думаю, буду по одной вот такому сегменту посвящать особенностям или интересным, на мой взгляд, историям из Северной Ирландии. И сегодня будет первый наш такой выпуск. Я вам расскажу о том, как, собственно говоря, Ольстер связан с Америкой. И почему моя любовь к Америке, она тесно связана с моей любовью к Ольстеру. Иван, прошу прощения, перед тем, как вы начнете, давайте примем звонки. У нас загорелись все линии сразу. Не знаю, что вызвало, но давайте послушаем. Добрый день, вы у Филик. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер, Иван. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, и у меня такое сначала немножко рассуждение, а потом вопрос, если позволите. По поводу Трампа перед выступлением своих сторонников, мне кажется, можно ситуацию охарактеризовать, как Акела промахнулся, чем не замедлили воспользоваться его противники. или ситуация, так, заманивания в капкан определенный. А вопрос такой, вам не кажется, что когда в ситуации, когда в политический процесс аморальность и безнравственность берут верх над законностью и соблюдением процедур, то рассчитывать на какой-либо благоприятный сценарий не приходится. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Но по поводу первой вашей части, я повторю, я как бы уважаю вашу точку зрения, значит, вот что бы Трамп 6-го числа не сказал, все бы было против него, так или иначе. Ну, вот ситуация такая. Насчет того, что сценарий неблагоприятный, ну, сейчас, да, сейчас то, что мы видим, симпатии, симпатии, никакого оптимизма не вызывает. Я еще ничего не сказал о Джорджии, но это грустный вообще момент. Потому что сейчас полное контрнаступление левых либералов, и мы видим, что они не стесняются ни абсолютно перед чем. А я уж не стал об этом говорить, но все-таки здесь упомяну, если мы видим, как себя ведут у меня вокруг местные либералы, то это показатель того, что это вот левый либерализм, это язва и кошмар во всех его проявлениях. Не желаю оправдывать нынешнюю власть российскую. Но что нам остается делать? Быть верными себе и быть верными тем, кого мы поддерживаем и кого мы уважаем. И нового пути нет. И еще мы можем сделать одну маленькую вещь, это принять телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Иван. Знаете, вот мое мнение, что речь не идет о ликвидации республиканской партии, а речь идет о ликвидации Америки как реальной, влиятельной, может быть, самой влиятельной политической и экономической и военной силы в нашем существующем мире. И все это делается под руководством вот тех людей, которых вы в одной из своих предыдущих передач очень хорошо сказали интернационал-социалисты. Да, вот это вот, это группа людей, которые хотят ликвидировать влияние Америки и сделать вот это действительно интернационал-социализм. Вот вы знаете, то, что я помню еще, не знаю, сто или сколько с лишним лет тому назад, Джек Лондон написал в своей романе «Железная пятна». Вот это вот то, что оно и есть. И Китай сейчас для них является образцом, как это делается. Покордный народ, достаточно образованный, хорошо работающий, но полный запрет на любое свободомыслие, на любое противодействие руководящему органу, кто там у них будет. Вот я вижу это именно будущее вот именно в таком виде. Вот, скажите, я прав или нет? Спасибо. Да, я с вами соглашусь, только вы знаете, по-моему, вы мне польстили, это, кажется, не я такое красивое определение использовал. Это, по-моему, был или Сергей, или кто-то из слушателей, кто звонил. Но, тем не менее, я с вами согласен. Понимаете, вроде бы враг поменялся внешне, был коммунизм, мы все понимаем, но суть осталась та же самая, это подчинение мира и ликвидации Америки. И просто сейчас Америка, она должна быть ликвидирована не так, как, скажем, с ядерным оружием или еще чем-то, хотя теракты никто не отменяет, а должна быть превращена в такое среднее социал-демократическое государство. Ну, наподобие той же Дании. Хотя в Дании этого не хотят, кстати говоря. Но вот демократы хотят превратить Америку в такое вот невыразительного участника мирового сообщества, которое легко управляется, которым все подчиняются, которое не является супердержавой. К сожалению, это даже не конспирология, по-моему, это уже очевидно. Да, они уже на полпути к этой цели. Ну, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Можно задать вопрос? Конечно, пожалуйста. Анатолий, я знаю, что вы слушали это выступление Трампа полностью до конца. Повторите, пожалуйста, вот эту фразу, которую они говорят. Он сказал, ну, а теперь идем в Капитолий. Да, он сказал, причем я уже почти могу ее процитировать, я ее выучил почти наизусть и даже перевел на русский язык. Он сказал, а сейчас мы все пойдем к Капитолию для того, чтобы поддержать тех сенаторов, которые будут там голосовать против сертификации. И, может быть, даже не только их. Вот это были его слова конкретно, дословно. Спасибо вам. Прошу прощения. Прошу вас, Иван, пока у нас нет звонков, давайте попробуем продолжить. Да, ну, вернемся к Ольстеру. Да. Итак, да, как Ольстер повлиял на Америку и как его черты ольстерских шотландцев, как они отражаются в американцах и что мы вообще видим в этой связи. Ну, очень быстро напомню, что ольстерские шотландцы это не шотландцы, это не ирландцы, это совершенно уникальная действительно категория людей. Изначально это были племена прежде всего бойцов, которые славились тем, что на сражение приводили женщины и детей и оставляли их за спиной, потому что когда у тебя за спиной женщины и дети, ты не сдашься. Ты будешь драться до последнего. Кстати, это очень хорошо знакомо и стране, которая на сегодняшний день самая большая друг Северной Ирландии это Израиль, о чем мы поговорим в одной из других передачах. Потом, когда они уже стали частью Шотландии и уговорились более-менее с Лондоном как им взаимодействовать, то случилось большое переселение шотландцев пресвитарианских, прежде всего пресвитарианцев, на территорию Ирландии. Это часто левыми поддается как колонизация для того, чтобы уничтожить якобы католицизм и так далее, но там были вполне стратегические намерения, было опасение, что католические страны вроде Испании и Франции через Ирландию будут как-то нападать на Британию, и в принципе это были вполне оправданные опасения. Приехав на территорию Ирландии, шотландцы пресвитарианцы, они столкнулись с довольно-таки большой агрессией местных и свои бойцовские навыки уже там могли применить, как в своем индивидуализме. Ключевым моментом стала знаменитая их ситуация конца 17 века, когда шла война, вильямитская так называемая война между Вильямом или Вильгельмом Аранским и Яковом за престол. И тогда Яков при поддержке ирландцев захватить, пытался захватить город Дерри, он же Лондон-Дерри, это был 1689 год, но на все его попытки призыва, мол, выходите, ольстерские шотландцы, мы вас не тронем, ему отвечали знаменитые фразы запершиеся в городе жители «No surrender», мы не сдадимся. Я думаю, они еще кое-что добавляли, но это вы уже сами понимаете. И действительно они выстояли, и символ вот этой вот упертости, упрямства ольстерских шотландцев фасада Дерри остается до сих пор. Но оказавшись ситуацией, когда они помогли Лондону, оказавшись ситуацией, когда они действительно сковали во многом действия врагов Британии в Ирландии, ольстерцы обнаружили, что Лондон их предал, что будет, к сожалению, в их истории происходить очень часто. И вот на той территории, где изначально девять графств было, но сейчас столько же Северной Ирландии, это шесть из них, что они попали между католиками и англиканской церковью, и что их вероисповедание оказывается никому не нужным. Конечно же многие остались, но вот тут какой выход у людей, которые чувствуют, что им нет места в Старом Свете, да еще в конце 17-го, начале 18-го века. Конечно же они поехали в Америку. А приехав в Америку они обнаружили, что там им в общем-то особенно не рады, потому что в американском обществе начала 18-го века тоже сложилась такая, я не скажу чтобы иерархия, но определенная структура общества, где есть некое подобие аристократии, в американском плане конечно не такая как в Европе, есть, ну условно назовем это средний класс с той поры, хотя более грубые историки называют обслуживающим персоналом, ну и рабы. Шотландцы, ольстерцы не особенно туда попадали, поэтому кто-то зацепился так или иначе по своим связям за аристократию, кто-то может зацепился за средний класс, но в основном ольстерцы со своим нравом они стали заселять новые земли, земли дикие и очень быстро себя зарекомендовали как во-первых мастера прежде всего как фермерства, которые работают не покладая рук и действительно в этом знают толк и как бойцы, потому что когда вокруг вас там были ирландцы, там были якобиты, теперь это индейцы и они знают территорию изначально лучше чем вы, вы находите все способы чтобы от них отбиваться и постепенно вот эта вот уникальная культура, которая сохраняется во многом в Северной Ирландии, она стала действовать и в Америке, но с американским оттенком или если угодно наоборот, что в американский национальный характер стал все больше и больше проникать вот этот вот ольстерский дух, что такое ольстерский дух? это индивидуализм, это неприятие элиты и постоянная уверенность, что от нее будет только эта гадость, это недоверие к власти, но при этом готовность поддержать своего локального какого-то лидера, если этот лидер себя показал в чем-то с лучшей стороны, тогда все, он свой, но повторяю еще раз, власти, центральное правительство, централизованная власть, для ольстерцев это всегда источник чего-то нехорошего. Это религиозные люди, которые очень уважают Бога, очень уважают религию, но при этом которые готовы праздновать, как будь здоров, развлекаться как следует и превращать свои празднования в масштабные мероприятия. это люди, которые очень заботятся о своей общине, которые очень тесно связаны, но которые готовы принять в свои ряды любого человека вне зависимости от его месторождения. Если вы показываете, что вы друг ольстерцы, ну или как их стали называть в Америке ирланд, ирландцы, шотландцы, через дефис, громоздкое словечко, но как бы то ни были шотландцы, ирландцы. Так вот, если вы показываете, что вы свой, то это будут ваши друзья навсегда. И в драку за вас полезут, да так, что и вам подраться не дадут. Главное, чтобы их не предавали. К этому они относятся очень болезненно. Иван, я прошу прощения. которые у них западали в таком обществе, это то, что так как они были заняты работой и освоением новых земель, и пропустили они подъем шотландского образования, ирландского да и американского, и поэтому интеллектуалов в их среде не так много. Но с другой стороны, если сегодня успеем, я об этом вам скажу, когда ольстерский шотландец становится интеллектуалом, это плохо заканчивается, к сожалению, поэтому это, наверное, даже не проблема. И второе, что у них, при всей вот их потрясающей работоспособности, были, да и есть успешные бизнесмены, но нет какого-то желания постоянно свое богатство приумножать. То есть, такое безразличие к бизнесу, к заработку. Да, работает замечательно, но работа как способ не отвлекаться на праздность, как способ оценить минуты отдыха и как то, что вас объединяет с другими, но не как зарабатывание денег. Иван, я прошу прощения. Решайте сами. Давайте попробуем принять звонок, может быть, у нас опять... давайте здесь сделаем паузу, примем звонок. Давайте попробуем одну секундочку. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Выключите радио и разговаривайте. Да, включил. Иван, добрый день, у меня такой вопрос, правда ли, что Менци Пелоси... Алло? Да-да, говорите, пожалуйста. Да, правда ли, что Менци Пелоси... Отвечаю... Алло? Вы выключите ваше радио и говорите в трубку, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Значит, у меня такой вопрос, правда ли, что Менци Пелоси отвечает за полицию в Капитолии и за охрану, и обе команды подчиняются только ей, то есть не какому-то, я не знаю, правительству, Вашингтон, Ди-Си, не каким-то отчетом, а именно ей. Если это так, то почему она не отвечает за то, что произошло в Капитолии? Спасибо, я послушаю по радиусу. Да, спасибо. Вот знаете, я, к сожалению, вам и не отвечу, может, Анатолий знает, я тогда... Ну да, поэтому называется Капитолийская полиция, потому что она абсолютно принадлежит только Капитолийскому, то есть Даймью Капитолии, Капитолийскому холму и комплексу. Она абсолютно не принадлежит к полиции города Вашингтон, она не принадлежит к полиции, к шерифской полиции, это именно Капитолийская полиция. Теперь, у них разделены Капитолийская полиция на две части. Значит, там где-то в районе 800 человек, которые отвечают за охрану Сената и где-то также 800-850 человек, которые отвечают за охрану Нижней палаты. Во главе каждой из этих частей, то есть вы же понимаете, что Нэнси Плоси, она человек административный, она принимает решение, но она ни в коем случае не профессионал по борьбе с преступностью, поэтому каждая из этих частей командует человек, который профессионал, который командир, и вот они, вот эти люди, они подчиняются Нэнси Плоси, то есть она действительно считается хозяйкой всего того, что происходит на Капитолийском холме. Ну, вот такой ответ. Спасибо. Вам спасибо. Давайте продолжим, пока не звонок. Да, ну и продолжим нашу ольстерскую тему, и вот в результате кого дал Америке этот удивительный народ. Ну, принято считать, что лучше всего ольстерцев получается воевать, и это так, потому что американцы показали себя американцы ольстерского происхождения, показали себя с лучшей стороны во время войны за независимость, да настолько, что кто-то из немецких наемников даже писал, что это не гражданская война, это ольстерцы воюют с ангеликанцами, а что тут делают немцы, вообще непонятно. Они, ольстерцы, были среди тех, кто подписывал декларацию независимости, там по-разному оценивается их количество людей с ольстерскими корнями, но их довольно много. Джон Данлоп напечатал ольстерского происхождения эту декларацию, полковник Джон Никсон первым прочитал ее вслух, огласил ее, тоже человек ольстерского происхождения. То есть, как видите, американская революция во многом делалась людьми с ольстерскими корнями. И их партизанские отряды, то, что они партизанская война против британцев, это считается тоже достижением в мировой военной истории, в мировой стратегии и тактике введения партизанской войны. Так как, хорошо зная и воюя с индейцами, они действовали просто столь же уверенно и против англичан. Во время гражданской войны они были с обеих сторон, и хотя преимущественно все-таки потомки ольстерцев были на юге, бесспорно, но как только, например, от действий южан пострадал штат Кентукки, был такой эпизод, то тамошние ольстерцы сразу же возмутились, они не хотели участвовать в войне, что это такое, на нас посягают, пусть даже южане, мы против, и тоже включились. И есть даже такая мрачноватая шутка, что гражданская война продолжалась так долго, потому что с обеих сторон было слишком много ольстерских шотландцев, ни те, ни другие не умеют сдаваться. И был вопрос, кто же окажется тем генералом, который окажется сильнее всех, но им оказался Грант, как вы уже догадались, тоже человек с ольстерскими корнями, как и целый ряд генералов южных, но Грант был сильнее. Это продолжалось и дальше, и во время Первой мировой войны, и во время Второй, и во время вьетнамской, корейское огромное количество добровольцев, так или иначе с корнями ольстерскими. Если мы говорим с вами о политике, то ольстерцы со своим индивидуализмом, с корнями прежде всего на Среднем Западе и на Юге, изначально, конечно же, они были основой консервативных республиканцев. И хотя и до Джексона, Эндрю Джексона, были политики с ольстерскими корнями, там по-разному их оценивают, но из отцов-основателей принято считать, хотя не все с этим согласны, но я все-таки его упомяну, Джон Адамс. По характеру действительно, по упрямству вполне себе похож на ольстерца. Но вот первым идеальным политиком, действительно воплотившим ольстерский дух, стал Эндрю Джексон. Он и военный, он и дуэлянт, индивидуалист, и со своей политикой человека, который торгает элиты, он действительно привнес, создал джексоновскую демократию, вы знаете, хотя там тоже были свои минусы, и он определил во многом путь и ольстерских политиков с ольстерскими корнями американскими. Гровер Кливленд, мой любимый президент-демократ, Джеймс Полк, это все люди с корнями из ольстера. Республиканцы встречались, но реже, тот же Грант, например, переломным моментом был, наверное, Вудро Вильсон, и вот это пример того, что, как я сказал, ольстерский интеллектуал, это не очень хорошо, потому что Вильсон человек интеллектуальный, да, и вот он при докласти привнес, увы, в американскую политику не столько ольстерские идеалы индивидуализма, сколько интеллектуализм и прогрессивизм. Но так как насаждал он их с ольстерским упрямством, то, к сожалению, получилось то, что получилось, и, увы, после него президенты с ольстерскими корнями стали все хуже, хуже и хуже. И Рузвельт, и, ну, Трумэн еще ничего, и Джонсон, и Клинтон, да и Картер, к сожалению, ну, вы видите, это позор для Ольстера, с чем, сами ольстерцы и согласны. Никсон только еще куда не шло, но и Рейган, хотя принято считать его абсолютным ирландцем, но есть у него и ольстерский, кстати говоря, ольстерская кровь в нем тоже была, он ситуацию спас. Ну, а что касается культуры, я уже здесь буду заканчивать, так что ускорюсь, то, хоть и говорят, что ольстерцы это не интеллектуалы и люди далекие от культуры, но самый знаменитый символ американской литературы, Марк Туэн, тоже человек с ольстерскими корнями. В Голливуде символ настоящего американца Джон Уэйн, тоже человек родом из Ольстера, символ красоты старого Голливуда Ава Гарднер, тоже оттуда. Так что, как вы видите, ольстерцы, они рядом с вами, да и с нами везде, всякие, конечно же, люди бывают, но в общем и целом наследие ольстера в Америке, оно все-таки, конечно же, замечательное и положительное. Поэтому, пусть оно побеждает, а не то, что мы сейчас видим, ольстерцы точно это не одобряют, и кто из вас, повторяю, когда снимут все ограничения, я надеюсь, снимут, поедет в Йоху, думает поехать в Европу, навестите Северную Ирландию, отметьте с ними сто лет, праздновать они умеют. В следующий раз, наверное, уже в феврале, мы с вами поговорим о том, как Северная Ирландия и Ольстер связаны с Израилем, там тоже очень интересная история, поверьте мне, но в следующий раз уже, думаю, будут у нас американские новости, а сегодня я умолкаю, уже, да, время меня поджимает. Спасибо огромное, Иван, очень интересно, кстати, для меня, я тоже узнал для себя очень много интересного, так что буду ждать с нетерпением истории связанности Ольстера и Израиля, это тоже будет очень интересно. Еще раз, спасибо огромное, будьте здоровы и до следующей встречи. Спасибо вам, до свидания.